Новый сезон битвы дизайнеров будет жарким. Грушить! Новые задания. Хлопись, хлопись. Новые участники. Мы варим на века. И новая ведущая. Я бы хотела, чтобы вы сегодня максимально креативили. Всё это уже в следующем выпуске, 6 февраля. Ну а сегодня финал Гран-при. И сегодня мы узнаем имя лучшего главного дизайнера прошлого года. Дюжина дизайнеров наконец определят лучшего ведущего 2020 года. Сейчас переходим к голосованию. Максим Октябрёв и Юнона Хозер уже создали по интерьеру. Теперь очередь Алексея Лазаре. Но прежде чем творить историю дизайна, Алексею придётся выбрать одну из трёх семей, мечтающих о ремонте. Всем здравствуйте. Сегодня вам предстоит сразиться за ремонт от человека, достойного строить небоскрёбы. Монстр переделок. Гуру дизайна. Встречайте. Алексей Лазар. Всем здрасте. Как вас зовут? Чем вы занимаетесь? Меня зовут Аня. По образованию я дизайнер. Зачем пришли тогда к нам? Сами не справляетесь? Да. Ремонт должны именно сделать нам, потому что у нас две принцессы. Меня зовут Екатерина. Вы тоже дизайнер? Нет, я ивент-менеджер, организатор мероприятий. Это ваш муж? Да, это мой муж. Меня зовут Андрей, я проходчик на метрострое. Зачем усложнять себе жизнь? Не надо самой ни красить, ни белить, ни отдирать, ничего. Просто приходишь, а уже конфетка. Почему нет? Это по-нашему. Меня зовут Филипп, я работаю сейчас в кино, ассистент по реквизиту. Меня зовут Дарья, я модель, работаю в телемагазине. Мы очень хотим ремонт в детской. Хотим что-то яркое, креативное. Ну и бесплатное. Хотим, да. Кто должен выиграть из вас? Давайте. Нам, конечно. Вам, почему? Ну, потому что у нас двое детей, мы хотим сделать им комнату. Так, у кого больше? У нас тоже двое. Тоже двое? Прости, брат. У нас один, но зато какой. Все вы семейные с детьми, так что давайте-ка вы сделаете сегодня детскую комнату в этих боксах. Вы можете использовать абсолютно все, что найдете в этом павильоне. Время? Два часа. И оно уже пошло. Катя и Андрей решили воплотить в детской комнате идею джунглей. Сейчас зима, и очень хочется лета, очень хочется моря. А вот эти? Вот эти поверху сначала, чтобы было видно. У Даши и Филиппа тоже наступило лето. Небо, солнце, а это травка? А это травка, да. У нас пока один ребенок. И я заприметила, что у Кати подходящий нам вариант. У вас же двое детей, а у нас кровать на двоих. Не хотите поменяться? Я так одним глазом посмотрел, думал, господи, забирай, здесь уже кроватка не поможет. Наши идеи приходили в голову прямо на ходу, и это, наверное, было какое-то вдохновение от того, что вот видела предмет и захотелось его взять, и уже потом начинала его примерять в интерьере. Икри его, ты понимаешь? У меня руки не особо лежат к этому виду деятельности. Ты сейчас минуту славы, что ли, почувствовала? Познакомились мы в 15-летнем пикнике. Завтра будет 10 лет, как вместе. Даша и Филипп заканчивали интерьер и уже заносили мебель. Мы поставили желтый шкафчик, и хотелось каких-то ярких деталей много добавить. Ну, это хорошие ясеньки. Как зовут мальчик? Рома. Рома. Сколько лет? Семь. Вот это все, я думаю, тебе понравится. Хорошо, что за веревки? Канатная дорога. Я придумал канат. Это моя фишка в этой комнате. Я и Филипп хорошие дизайнеры. Наверное, прекрасные, но, да, глядя на нашу комнату, все-таки, наверное, нужен профессионал. Катя и Андрей тоже уже расставляли мебель. Тихо, 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 тихо. Отходи, я задвину. Давай. Готовы ли вы грудью выбивать себе победу? Конечно, как настоящая русская женщина. И коня, и в горячую избу войду. А в квартиру шлемут. Можно мне коня? А избы все горят? Да, кони все скачут. Как не кажется, да, что вот я такая мамочка. Но самый главный стержень все-таки Андрей. Я счастливая женщина, потому что я любима. Кися, ты гений, ты просто гений. Я себя люблю. А мы уже все, почти. Возникла идея сделать какую-то подсветку. Ты уже понял, что светодиодные подсветки всегда выигрывают в нашей программе. Так уж завелось исторически. Время закончилось, Матвей и Аня, они продолжали работать. Но у них еще есть целый час. Так а мы-то уже все. Ремонт надо быстро делать, чтобы было время на отдых. Дайте мне неделю, я такой шедевр сделаю, у меня просто будет люкс. Дайте мне, пожалуйста, молоток. Но Матвея и Аню было не остановить. Вход пошел в винил. Он не понимает, как я хочу повесить диски. Никто не понимает, как она хочет повесить диски. Я считаю, что в интерьере Ани и Матвея слишком много всего. Мне кажется, знаете, это как сорока. Здесь блестит, здесь светится, там это, тут это. И тут еще что-то висит. Время закончилось. Прямо сейчас детские осмотрят Валентин Коробков и Алексей Лазар. Удастся ли непрофессионалам удивить мастеров? Расскажите, какие были идеи, чем вы руководствовались и почему вот все это здесь есть? Мы минимализм любим. Ну, руководствовались мы тем, чтобы ребенок видел солнце. Погреешь. Давайте так. Небо, солнце и права. Да, да. Вот если вы хотели добиться ощущения пространства, оно здесь есть. Все остальное вы его просто не снабдили дизайном. Нет, давай я в защиту скажу. Во-первых, они первый раз что-либо делали своими руками, да? Да. Мы сделали из того, что здесь было. Пойдем дальше. Но мне лично почти все понравилось. Почти. А вот мои фавориты. Катя, у вас в джунгли. Каждый из нас был ребенком, и он, конечно же, мечтал. Вот эти фантазии. Кто-то был моряком, кто-то там, не знаю, первопроходцем. Вот здесь, мне кажется, можно фантазировать на полную катушку. А можно я угадаю, кем вы работаете? Да. Вы проводник, нет? Проводник в мир радостей и желаний. Это да, это я. Вот тогда полупроводник. Я не упаду, нет? Алексей. Ой, да ничего тут. Вот вау дизайна есть. Здесь все очень банально, но уютно. Дизайна здесь, на мой взгляд, не так уж и... Есть стилистика. Много, но здесь есть стиль. Ну, ощущение воздуха. А вот мне как все это нравится. Слушай, мне нравятся пластинки. Мне нравится вот эта стена. Я за то, чтобы был какой-то дизайн в проекте. Вот эта история, она лишняя. На ней невозможно кататься. Это непрактично. Но вообще вы молодцы, вот реально. У вас есть дизайнерские идеи здесь. И супер девчачьи все. А я очень люблю сочетание черного, белого и розового. Это такой беспроигрышный вариант. Детские изучены. Одной паре достанется дизайнерский ремонт, две другие уйдут ни с чем. Кому повезет, узнаем после короткой рекламы на ТНТ. Перед рекламой в битве дизайнеров. Время два часа. И оно уже пошло. Три семьи начали борьбу за ремонт. Тися, ты гений. Я себя люблю. Дизайн от Гуру получит семья, сделавшая лучшую детскую. Солнышко, джунгли или розово-белое царство. Алексей Лазар решит это прямо сейчас. У нас три семьи, а дизайнерский ремонт только один. И кто его получит, сейчас решит Алексей Лазар. Даша, Филипп, ваше солнышко мне не зашло. Ну, нам, конечно, очень жаль. Мы старались, как могли. И вы молодцы! Немного расстроились. Хотелось большего, но... Солнышко зашло мне точно. Ну, хоть кому-то зашло. Вы молодцы. Удачи вам. Спасибо, что участвовали. Кать, вы довольны своими интерьерами? Ничего вас не смущает? Мы полностью довольны. Я считаю, что это уютно и практично. У вас действительно уютно и практично. Но у ребят больше дизайнерских идей. А у нас все-таки шоу про дизайн. Ань, мне очень зашли ваши пластинки. Я выбираю Аню и Матвея. Я считаю, что это несправедливо, потому что есть определенный лимит. Мы уже все сделали, а они сидели дальше. Если бы мне дали больше времени, возможно, я сделала что-то намного лучше. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Буду стараться. Много дизайна не обещаю. Но функциональность будет соблюдена. Очень рада, что все получилось так, как получилось. Ждем от Алексея возможности, как дизайнера, сделать уютную, хорошую детскую. Отправляемся переделывать квартиру Матвея и Ани. На семейном совете решено спальню родителей превратить в детскую. Привет. Ну, посмотрите, как мы живем. Это наша комната. Тут проживаем мы. Мебель всю собирали у родственников. Это у мамы, а это все у бабушки забрали моей. У нас двое детей, две дочки. Это младшая Лера и старшая Варвара. Семь и четыре. Занимаются художественной гимнастикой обе. Варя занимается профессиональной художественной гимнастикой. Она в школе Олимпийского резерва. Я умею делать колбасу. Лера у нас тоже занимается гимнастикой, но она только начала. Но тоже делает большие успехи. А дать ребенка на художественную гимнастику была моя идея. Ну, потому что у нее от природы хорошие данные для этого вида спорта. Ей очень нравилось. Да, когда мы попробовали, ей очень понравилось. Ну, я сам занимался хоккеем 14 лет. И считаю, что дети должны быть в спорте с самого детства. Мы хотим эту комнату переделать под детскую. А детскую комнату мне, наверное, хотелось бы побольше света. Это, наверное, прям главный критерий. Этаж низкий. Летом тут очень темно. Хотелось бы, наверное, не двухэтажную кровать, как это бывает часто. Хотелось бы им раздельные кровати, ну, как бы, чтобы они были рядом. Ну, Варя часто делает уроки за столом, поэтому хотелось бы, чтобы у них были два раздельных стола. Они все время такие шебутные, и поэтому, видимо, мы хотим им комнату побольше, потому что маленькой им будет недостаточно. И так происходит всегда. У меня детская комната для двух девчонок. Одной 4 годика, другой 7. Хорошая планировка комнаты, прямоугольная, просторная. И будет все самое необходимое, то, что возможно сделать в рамках нашей программы. Ремонт начинаем с новой проводки и возведения гипсокартонной перегородки в центре комнаты. Стены окрашиваем экологичной датской краской. Свет для детской комнаты, возможно, будет спорным. Деревянные окна меняем на новые пластиковые. Там второй этаж, деревья за окном. Достаточно, по-моему, северная сторона. Не так много света проникает в квартиру. Теперь его будет чуть-чуть больше. Двухкамерные стеклопакеты защитят Варю и Леру от холодов. На выходе в комнату устанавливаем надежную дверь на алюминиевом каркасе. Серия 1U. Цвет дарк-вайт. На полу ламинат с дубово-пепельной текстурой из коллекции Кастл. Девчонки, они все-таки принцессы. Пускай у них будет паркетный зал. У нас еще появится здесь фреска. В составе бесшовных эко-обоев флизелиновое полотно и слой штукатурки. Выполнены они по эскизам московского художника Александра Бурятова. Почему не цветочки? Красивые. Настало время для встроенных шкафов. По поводу мебели я доволен. Ее сделали хорошо. Там много мест для хранения. Туда можно запихнуть огромное количество вещей. Гардероб продолжают два стола для будущих хозяек. Больше для Вари, поменьше для Леры. Я вот так прикидывал, смотрел, что, в принципе, на двоих этого хватит. Чуть раньше стену слева от окна мы отделали гипсовыми панелями. Ярких идей я здесь не вижу. Я вижу только яркие цвета. Монтируем сатиновый натяжной потолок. Профиль теневой, так что потолочных плинтусов здесь не будет. Монтируем свет. Оригинальную люстру в виде медовых сот, небольшие круглые бра над кроватями и две шины с поворотными светильниками. С обеих сторон от оранжевой гипсокартонной перегородки собираем две кровати-софы «Лайф-1». Они станут местом силы для Вари и Леры. Исполнение – белая эко-кожа. На стену у входа вешаем две картины в стиле соцарта. Красиво, изящно, приятные пастельные тона. Они такие достаточно атмосферные. У меня прям вторая детская, и всё зелёное. Кроме зелёного кресла в интерьер добавляем кресло-мешок. Зайцы сюда. Переходим к финальному декору. Всё, декор готов. Смотрите после рекламы. Финальное голосование присяжных дизайнеров. Кто из ведущих 2020-го выиграет гран-при и получит 100 тысяч рублей? Ну, может же! Может, принц Вишенка! Перед рекламой в битве дизайнеров. Всё, декор готов. Очень скоро мы узнаем имя победителя гран-при. Но сначала готовый интерьер от Алексея Лазара увидят хозяева и 12 участников 2020-го года. Алексей, двое твоих конкурентов уже побывали на этом месте. И сегодня мы узнаем имя лучшего главного дизайнера прошлого года. Победитель этого гран-при получит приз 100 тысяч рублей. Сначала увидим реакцию хозяев, а затем большое жюри сделает свой выбор. Судите от сердца. Мне очень нравится, как хотела. Выбирайте кровати, где же я кровать бы. Мне нравится всё. Начинает с цветовой гаммы. Я бы здесь спал. Мне не нравится то, что кровати выступает за этот выступ. Для меня топ-1 – это шкаф. Раз, два, три. Вау! Платье можно повесить, кофту положить со штанами, даже игрушки какие-то поставить. О, я закрываю. Мам, закрывай. Люстра клёвая. И вот эти лампочки прям. Очень круто. Может быть, я бы эту перегородку сделала какой-то более функциональной, ну или как бы... О, господи. Или какие-то вырезы просто, ну, декоративные сделала. Варя, сейчас, я тебе серьёзно говорю, сейчас всё заберу. Попытка таким образом призвать девочек к спокойствию вызвала поток слёз. Успокойтесь, тихо. Лер, Лер. Что оставляем, говоришь? Стул оставляем? Да. А стул оставляем? Да? А шкаф? А кровать нужна? Да. Тебе всё понравилось? Да. Будешь здесь жить? Своей семьей так будешь жить. Ой, как хорошо. Сделано всё хорошо, но без изюминки. Вот так вот скажем. Мало дизайна. Мало дизайна, сказала маленькая девочка. Я был доволен. Да, результат есть. Там действительно мало дизайна. Ну, там есть функциональность. Я доволен. Всё красиво. А дизайнеры имеют право на своё мнение. Пускай высказывают. Я вас послушаю с удовольствием. Они же меня слушали. Сразу вспомнила свою детскую спальню для Сонечки и Серёжи. Да, вот я хотел сказать, что похоже. Может быть, разделительная вот эта перегородка, жёлтая, между двумя кроватями, сделать из неё как решётчатую? Дело в том, что перегородка была, конечно, мной придумана совсем другой. Но, как мы знаем, не всегда можно реализовать те идеи, которые мы придумываем. Серёг, ты как отец маленькой девочки. Ну, я как отец маленькой девочки. И, надеюсь, скоро ещё второй маленькой девочке очень хочется. Я говорю, ну, может же. Может, принц Вишенка? Активней копаем, активней. Мне вот своим обывательским взглядом нравится прямо всё. Честно, вопросов нет. Мне очень нравится сочетание цветов. Очень классно сделаны шкафы, хранение, кровать. Блин, мне лично не нравится фреска, извините, пожалуйста. Чё тебе не нравится? Фреска. Она немного не... Да, будто из другого интерьера. А это вкусовщина. Меня смущает сочетание жёлтого и оранжевого. Слушай, ну это твои какие-то проблемы с цветами. Нет, это не мои проблемы с цветами. Я вот сейчас как вспомню, что ты тут творила, ладно? Давай про функционал поговорим. Функционал. Ребёнок сидит, свет бьёт затылок, она наклоняется, тень падает на тетрадку. Как ей делать? Смотри, там такая прекрасная история с трековым светильником. Мать твоих детей, между прочим. Мать твоих детей. Их можно вот так раз на правил и не бьёт никуда. Ну я же критиковал, и был иногда достаточно жёсткий. Почему я должна обижаться? Лазарь, ну... Я посмотрела. Я хочу сказать, что ты очень талантливый. Но один вопрос. Почему так мало дизайна? Я ожидала увидеть дикий интерьер, чтобы на потолке были слоны, которые прыгают. И почему я должна говорить, что мне нравится это? Алексей, вопрос по цвету штор, как у декоратора, потому что мне не хватает салатовой подушечки хотя бы, чтобы подержать цвет. Какие вы все зануды. Там не заходит сантиметр, там у нас оттеночек, да всё прекрасно. Единственное, что хочу сказать, ты можешь больше, как однажды ты мне сказал. Тебе уже все ребята сказали про перегородку, сказали про столы, сказали про несочетание цветов на стене и на фасадах, сказали про фреску. Но я здесь во всех моментах согласен. На самом деле, я доволен своим дизайном. И я не делал здесь нарочито много дизайна. Потому что эксперименты на детях не нужны. У меня не было задачи кому-то что-то доказывать. Я всё доказал себе, придя и выиграв это шоу. Мы увидели все интерьеры, и сейчас переходим к голосованию. Алексея, Юнону и Максима я прошу пойти в комнату ожидания. Кто у тебя на первом месте? Максим. Кто на втором месте? На втором Юнона. Саша. За кого голосуете? Я голосую за Макс Октябрёва. Алена. Абсолютно точно, что на третьем месте у меня Юнона. Иннокентий. На первом Максим. Отлично. Дим. На первом Максим. Однозначно. Ну, по-моему, здесь всё понятно. Кто у нас на первом, кто на втором, а кто на третьем. Ну что, всё? Все готовы? Осталось ещё два голоса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Абсолютным большинством голосов звание лучшего главного дизайнера прошлого года достаётся... Максиму Октябрёву! Максиму Октябрёву!